добрый вечер дорогие друзья время летит быстро начинаем сегодня наш вебинар как говорится я прямо с колес к вам сюда из корабля на бал или наоборот вот сегодня мы будем вести вебинар таким образом что я уже наобещал тут в одном чате или в нашем чате целевых проектов что будет много новостей и действительно будет много давайте построим таким образом что значит нашу сегодняшнюю встречу что я дам вначале слова алексея диакова который пройдется по тематике именно по техническим технологическим вопросам дело в том что фактически это продиктовано необходимостью я вам скажу прямо я проехался скажем по многим городам был финляндии в хельсинки между вот нашим прошлым вебинарами сегодняшним побывал хельсинки связался с людьми в турку затем я слетал штутгарт был в амстердаме был я в брюсселе затем улетел в москву в москве мы вот провели презентацию может быть тот уже даже слышал много было людей около 90 человек собралось вот и фактически мест не хватило потому что думали что будет такой маленький между собой чека пришла достаточно хорошая по хорошее количество людей и среди них было немало новеньких которые пришли но слышали но пришли именно на эту встречу к чему это все говорю я говорю это к тому что мы говорим люди которые уже прониклись сковей мы начинаем страдать тем что другим и так все понятно это один подход другой понять подход что мы пытаемся рассказать как можно больше и это тоже нехорошо есть не то и перья это не совсем то и поэтому я все-таки рекомендую а рассматриваю всех тех кто участвует в этих вебинарах рассматриваю и я предполагаю что это люди которые с одной стороны это люди которые хотят просто получить дополнительную информацию чтобы быть в курсе и спать спокойно что происходит и то есть работают на своему на система инвестора мы об этом еще будем говорить вот или же это люди которые дополнительную информацию ищут чтобы передавать эту информацию другим про skyway проект skyway они принимают приняли это дело делом своей жизни или по крайней мере одним из важных дел становится в какой-то степени с одной стороны инвесторы естественно с другой стороны становятся волонтерами но с таким маленьким своим личным интересом да кстати как меня слышно друзья я вам тут рассказываю все да дайте знать пожалуйста плюсиками отлично спасибо спасибо друзья спасибо я потом в картинку выключу потому что говорят что когда картинки нет именно моей вот этой вот то тогда или моего лица тогда лучше идет звук и как-то но лучше под тем более что мы будем вместе сейчас алексеем на площадке и поэтому я завершаю такой как бы пространный вход или пространное введение сегодняшнего вебинара и поэтому очень неплохо когда мы получаем дополнительную информацию и как бы сжимаем и рационализируем и подаем именно то что нужно именно собеседнику или собеседником и это очень важно в особенность это важно если мы или когда мы кто-то из вас я в том числе стараемся донести эту информацию до людей которым от которых зависит какие-то там допустим решения войти или скажем так начинать ли вообще слушать про адресный проект или говорить про адресный проект или вообще о возможностях создания адресного проекта ведь в принципе вебинары эти в первую очередь именно для этого но тем не менее параллельно мы даем другую информацию и поэтому такая вот ознакомительная ознакомительная техническая технологическая информация она никогда не помешает я просто повторю что значит обычно останавливается на таких вещах как существенные особенности уникальности признаки вот этой технологии не надо там сильно расползаться затем идет краткий перечень решаемых проблем которые может решить не надо много очень много проблем может решить skyway технологии но надо принести именно те которые собеседнику могли быть интересны да и конкретные преимущества все больше особо говорить нечего поэтому что я вам еще хочу сказать прежде чем мы перейдем к этой тематике что значит очень важная информация для вас то что сейчас ведется целый ряд переговоров лично я и коллеги это сибиряков это суходов это другие я уже не говорю о том какую мощную работу сейчас ведет головная компания в минске во первых в первую очередь анатолий эдуардович бабурин и другие специалисты ведут массовую работу вы видели записи по австралии это только один или одна один канал таких каналов которые на различных стадиях подготовки находится значительно больше поэтому это говорит о том что работа ведется не хилая так вот и таким образом значит очень важно нам это знать как я уже сказал это так называемый средства или информация для укрепления иммунной системы инвесторов ведь естественно что например вот в этой поездке мне встретилось несколько человек которые с одной стороны это присуще людям с одной стороны понимают что транспортные проблемы это проблема и это уже кризис вот а с другой стороны у людей недоверие из-за того что нет информации из-за того что в мире много скажем шумовой информации которая в принципе за собой никакой нагрузки несет а просто о чем-то говорят да и поэтому достаточно так это ну скептически относят какая там новая технология вообще дороги какие есть такие есть дай бог по ним хотя бы есть так далее то есть люди не уверены эту неуверенность приносит вся наша окружающая жизнь и поэтому очень важно нам слышать о том что происходит у самих людей не всегда хватает времени и как бы ну последовательности чтобы обратиться к источникам информации посмотреть что-то проверить и так далее поэтому вебинар и есть такая такой вот ну как бы средства чтобы от того как где-то что-то сосед захаял или где-то что-то услышал что где-то что-то не так skyway и и тому подобное поэтому дорогие друзья вы правильном месте и нужное время что еще хотел вам сказать я могу вам вообще в принципе достаточно достоверно сказать что сейчас настало время благодаря нам с вами это и хорошо это и очень хорошо много ну как если больше трех то это уже много до крупных инвесторов это не какие-то персонально там иван иванович там мистер смит или или мистер чинчаньян значит а это крупные корпорации это такие как бы уже рыбы очень мощные инвестиционного бизнеса я вам просто могу назвать порядок значит сумм с которыми они работают это начиная от 100 и выше миллионов долларов или евро это такие значит уже это не не 5 там не 2 они 10 миллионов а вот сотня и больше до которые рассматривают возможности как как найти используя механизмы и инструменты старой парадигмы использования вот эти финансирования и как бы это взять и правильно войти вот этот проект потому что они с одной стороны понимают что проект очень как бы классный очень перспективный а с другой стороны смотрят вот инструментами которые они владеют не совсем можно воспользоваться потому что это не персональные решения надо принимать а коллегиальное решение то есть это корпорации то это не только от кого-то там одного проникшего или проникнувшегося в этот проект зависит а это зависит от таких стереотипов которые сложились какие-то матрицы которым должны соответствовать проекты за которыми должно стоять имущество и так далее так далее то есть это все требует время требует работы усилий но работа ведется и это хорошая информация друзья причем я лично и кроме меня другие товарищи я за других не могу говорить занимаюсь еще и тем что как бы стараюсь найти возможности использования ну я же ведь как бы бывший или бывших не бывает айкидо занимался да айкидо это использование энергии но скажем так другой стороны и направлению правильное русло которое тебе надо не будем говорить о единоборстве да потому что мы не занимаемся единоборством вот переговоры по использованию как бы так называемых смежных проектов транспортных систем старых пока старого поколения вот и в связи с этим находятся достаточно интересные варианты когда можно предложить рацуху или рационализировать какой-то проект я об этом уже говорил может быть кто-то слышал что мы тут нашли очень интересное решение что практически можно сократить трассу у которой типа технологии которая строится по технологии при которой стоит один километр строю стоит от 80 до 140 миллионов долларов там разные есть участки вот сократить на 15 километров заменив один участок или вернее предложить туда восемь с половиной километров отрезок который можно задачу решить глобально этим отрезком трассой по технологии сковей и это достаточно интересная информация причем зашевелились ну можно сказать даже уже будущие партнеры и работа идет продвигается не сильно но подготовительная работа идет то есть это вся такая информация вводно таким образом друзья я передаю слово сейчас алексею дьякову а после этого мы будем говорить об организационно экономических и правовых особенностей инвестиций в проекте этп потому что это тоже будет новость вот здравствуйте или здравствуй алексей да можете может остаться принципе нет нет если мы в наушниках тогда проблем не будет добрый вечер уважаемые участники вебинара я очень рад что мне опять предоставлена возможность сказать свое слово технологии skyway спасибо владимиру марковича что он не доверяет такое ответственное дело также слышно друзья извини алексей на как его слышно покажите друзья не слишком громко хорошо также очень очень рад что могу говорить именно технической части skyway так как я сам являюсь профессиональным железнодорожником моя специальность техник путеец и специализация строительства и ремонт железнодорожного пути поэтому тема технической части мне очень близка и интересно надеюсь что ни у кого не возникает вопроса зачем всем нам нужно знать и понимать техническую составляющую skyway хотя вот владимир маркович наоборот отметил сейчас что не обязательно так углубляться в технические познания но я считаю что если говорить о партнерах skyway капитал допустим то несомнение несомненно для привлечения новых партнеров вы должны сами иметь представление о том как вообще выглядит трасса skyway и что она из себя представляет чтобы любой такой карзный вопрос собеседника не загнал бы вас в ступор и диалог бы не прервался алексей извини зависает звук олег из бишкека говорит всем и нормальный он или видео видео убери тогда может быть попробуй хорошо я извиняюсь с минуточку так вот что очень часто наши собеседники которых мы привлекаем как новых партнеров и которые мы начинаем рассказывать о новой транспортной технологии о новой транспортной технологии поначалу скажем так бредничают и умничают когда впервые слышат о струнном транспорте и в данном случае очень хорошо если вы хорошо подкованы и ваша речь скажем так крепка и уверена именно так я считаю что можно заинтересовать человека и привлечь его интерес к проекту что касается тех кто стремится стать инициатором адресного проекта то по моему мнению здесь знания должны быть уже все таки не поверхностные а более глубокие необходимо понимать уже какие-то расчетные величины которые можно оперировать при презентации адресного проекта инвестору или государственному чиновнику ведь такие люди они обычно любят цифры и используют эти цифры в дальнейших шагах и в данном случае уже просто необходимо знать на зубок вот ту всю информацию которую владимир маркович предоставил нам справки skyway которая у нас находится в общедоступных файлах и знать не только типы трасс skyway но и их первичные характеристики возможные типы опор примерную пропускную способность если вы еще ко всему при необходимости сможете ответить на более сложные вопросы ну например зависимость скорости трассы от радиуса кривой назовете какие-то соотносительные показатели я думаю ваши оппоненты уже не станут сомневаться в вашей компетентности и от простого какого-то диалога или пыток приступят уже перейдут к деловому разговору поэтому я думаю что очень полезно повысить уровень своих технических знаний skyway и поэтому приглашаю постоянно участвовать в наших вебинарах и в них надеюсь что каждый раз будет вот выделяться время технической части для начала вот этого всего цикла вебинаров технической части я хотел бы сегодня рассмотреть только наиболее главные преимущества или даже лучше сказать замечательности skyway в сравнении с другими инновационными транспортными технологиями сейчас очень много в интернете и появляется очень много говорят очень много пишут размещают видео материалы и такое чувство что 2016 год становится каким-то переломным моментом в транспортной индустрии потому что очень много и очень часто сейчас проходит информация именно об инновационном транспорте даже вот в социальных сетях я раньше не замечал чтобы мои друзья или знакомые отмечали какую-либо информацию о новых транспортных технологиях именно уровня skyway сейчас же что не день то какая-то новость американский гиперлуп китайский транзит элевайтед бус израильско-американский скайтрен это вот те технологии которые наряду с skyway занимают сейчас информационное пространство по инновационному транспорту и благодаря всем нам skyway здесь занимает одно из лидирующих мест все это технологии объединяет инновационность извини включи видео свое тут народ жаждете видеть да хорошо извини есть сейчас надеюсь то что я говорю понятно и доступно и все эти технологии перечислены как и гиперлуп и скайтрен и skyway они все и всех их объединяет инновационность и в общем-то граничащая с фантастикой но по моему мнению наш skyway он четко отличается своей реальностью практичностью скажем так универсальностью и действительно гениальной простотой не не ни одна из высшеназванных вот технологий не имеют себе столько возможностей сколько имеет skyway и это очень важно понимать и использовать это во-первых skyway имеет 4 типа трасс это высокоскоростной пассажирский городской грузовой и туристический развлекательный или также он относится как к персональному виду транспорта во-вторых у skyway очень гибкие проектные возможности это очень важно и значимо это значит что в зависимости в зависимости от требований к адресному проекту можно реализовать любой из подходящих типов трассы будь это навесной тип трассы подвесной однопутный двухпутный может быть также и смешанного типа пассажирско-грузовой и в зависимости от рельефа местности или от плотности застройки есть возможность выбирать даже линейную схему трассы то есть в любом проекте можно регулировать количество опор их тип и это позволит при необходимости устанавливать опоры максимально друг от друга на расстоянии до 5000 метров и это огромное преимущество перед другими типами технологий и то же самое и по высоте трассы skyway могут располагаться на опорах высотой до 100 метров это действительно очень высоко и имеет большое преимущество в определенных географических зонах в третьих это стоимость адресных проектах skyway это уже доказано независимыми агентствами что она в разы ниже существующих технологий и в сравнении с другими она ниже даже до 1750 процентов это фантастические цифры эксплуатационные расходы также ниже от 250 до 600 процентов то же самое можно сказать и о экологичности безопасности долговечности и даже эстетичности технология skyway действительно на шаг впереди не только от существующих классических транспортных технологий но и уже на шаг впереди от конкурентов в области инновационного транспорта и на вот этой вот замечательной мысли я сегодня остановлюсь всю информацию которую я вот сейчас изложил эти основные параметры skyway характеристики виды и типы трасс вы можете найти в справке skyway которую нам предоставил владимир маркович и она находится у нас в общедоступных файлах здесь на вебинаре в этой встрече мы отметили только самые главные замечательности skyway и в следующий раз попробуем перейти уже к более конкретным техническим особенностям и на каждом вебинаре я постараюсь рассматривать абсолютно новую информацию надеюсь что повторений не будет и так что постарайтесь не пропускать вебинары и так поэтапно мы вместе будем изучать и запоминать да спасибо емко и просто и мы будем запоминать вот эти конструктивные особенности отличия уникальность skyway и все это для того чтобы быть компетентными партнерами и благодарю вас за внимание я передаю слово да и самое пока не уходи спасибо большое я еще добавлю что очень важно что тогда лучше выбирать тот видеоряд которым подтверждать то что вы говорите потому что ведь система усвоения собеседником да и самим она зависит от того что вы знаете ну кто-то может быть знает кто-то нет это есть так называемая пирамида перевернутой усваиваемости когда услышал или прочитал это один процент если прочитал и увидел уже процент усваиваемости выше если увидел прочитал повторил еще приложил какое-то усилие к тому что там выстроил видеоряд какие-то ну скажем слайды подготовил или какой-то видеоматериал подготовил то уже становишься значительно лучше понимаешь само существо и таким образом более квалифицированно может докладывать ну скажем так что будем считать что это у нас был вводный вводный вебинар вводная часть вебинара по техническим вопросам и в следующий раз мы обязательно подготовим и визуальный материал который будет сопровождаться уже моим разговором тогда тогда это действительно будет лучше запоминаться и можно будет тогда презентацию эту оставлять у себя и использовать в дальнейшем где-то как напоминание или как готовый материал для презентации хорошо я учту спасибо так тогда я отключу спасибо спасибо алексей да да хорошо да 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 все спасибо значит друзья давайте тогда перейдем к вот организационным к организационным особенностям организационно-экономическим правовым особенностям инвестиций в проекте эко-технопарка да вот от этого очень важно скажем и это связано с тем что нас ожидает я хочу сейчас коротко рассказать о том что особенности или вернее чем будет отличаться весь период после первого июня от того что было вот начиная там с конца 2013 2014 2015 и вот половина практически или пять месяцев 2016 года в инвестиционной как бы политики инвестиционной схеме сковей таким образом давайте сейчас посмотрим что здесь важно и что я вам хочу довести если кто-то участвовал и слушал телемост то я там что-то говорил но ничего не показывал сегодня я подготовил целый ряд слайдов и давайте посмотрим вот вопросы которые я постараюсь вам ответить как инвестору стать акционером вы скажете что за ерунда откуда масло упал после поездки переохладился перегрелся и начал нам тут рассказывать как стать акционером да я сразу становлюсь акционером скажет кто-нибудь а ну нет дорогие друзья второе что я приобретаю всех скажете акции не совсем так почему инвестор не покупатель интересно да какие выгоды мне от этого ради чего это все так что я инвестор я не покупатель ведь все очень четко я думаю так что 99 процентов из тех кто сейчас по ту сторону экрана которым я вам вещаю скажут да нет я четко покупатель посмотрим как об этом уже говорили но мы возвращаемся друзья обратно дальше как я приобретаю что и когда в этом есть определенные нюансы и от этих нюансов зависит благополучие самого процесса инвестиций благополучие каждого из нас и правильность той информации которую мы будем передавать другим людям и четвертое когда у меня возникает доход облагаемым налогом много об этом сказано но тут есть нюансы дорогие друзья в связи с тем что мы будем процесс выстраивать начиная с 1 июня этого года и последний это когда что там зависло меня слышно нет слышно да спасибо спасибо радио значит смотрите дело в том что я просто повторюсь что что у нас фактически мы имеем дело с компанией евразия рейл skyway систем холдинг у которой весь запас скажем так или акционерный капитал это 60 миллиардов 130 миллионов 114 тысяч 950 акций каждое по стоимости 1 доллар 1 доллар прошу вас это помнить так и не забывать и теперь давайте посмотрим что же у нас будет и что мы вообще делаем инвестор я говорю что не акционер пока а инвестор который вкладывает 100 допустим долларов при дисконте 300 он значит может быть получает залог в 30 тысяч акций 100 отдал получил залог в виде акций от поручителя юницкий корпорейшн еще кроме того гарантия что ему будет это все в документации отображено будет так с 1 июня что ему гарантируется возврат его инвестиции но одновременно стороны инвестор поручитель и тот кто распоряжается этими деньгами в будущем GTI договариваются что у инвестора есть возможность использовать этот залог 30 тысяч акций под его инвестиции в 100 долларов это при дисконте 1 в 300 инвестиции ушли вот эти сотня ушла через капитал площадку GTI и дошла до зао струнной технологии который ведет является подрядчиком этого проекта экотехнопарка то что это так мы там можем найти проекты бизнес-план разрешение на строительство паспорт объекта землеотвод пакет пакет договоров будет и так далее то есть это то что это не какое-то там допустим потемкинская деревня а реальный проект теперь дальше смотрим смотрите теперь у человека в договоре есть у инвестора есть возможность что он может оставить этот залог у себя вот и через какое-то время там 3-5 лет скажет что я хочу вернуть эти 100 долларов но я думаю так что из тех 68 слушателей которые сейчас присутствуют здесь плюс я плюс Алексей Дьяков мы все вообще-то предпочтем сегодня воспользоваться залогом и эта возможность нам дана мы говорим что нет дорогие друзья мы не будем ждать пока вы там разовьете этот весь экотехнопарк да и вернете нам эти 100 долларов и плюс еще какой-то доход который к тому времени будет он будет по всей вероятности что для нас более привлекательно воспользоваться использовать залог сегодня поручитель и значит тот кто дает залог акции в виде акции евразия системы они дают и мы договариваемся об этом подписывая инвестиционные соглашения да что у нас у меня есть такая-то возможность при любом моем любой момент этим воспользоваться я делаю клик соответствующий в компьютере в личном кабинете и становлюсь владельцем не акций а залога для начала на акции 30 тысяч долларов или 30 тысяч акций по номинальной стоимости каждая акция 1 доллар и условно говоря я получаю возможности стать акционером а теперь давайте подойдем к этому еще значит с одной стороны посмотрим значит инвестиция 100 долларов первое смотрим я немножко снижу дисконт потому что у нас дисконт с 1 июня они будут тоже уже жиже да это естественно вот мы в москве сидели в офисе рассматривали пакеты я вернулся сегодня буквально вот днем прилетел из москвы а вчера мы целый день работали и рассматривали и согласовывали дисконты которые вам будут предложены с 1 июня или нам всем будут предложены мне в том числе да вот и скажу так что что все не так просто и поэтому зная историю то что было всегда начинает это самое внутри шевелиться как говорят мои друзья что жаба поднимает голову и говорит зараза где же я раньше был да что раньше было так а сейчас так но я вам уверяю что неважно все равно смотрите как выгодно 1 к 100 дорогие друзья а если вы посмотрите проект или вернее описание бизнес-плана или описание всех этапов проекта потом мы будем очень рады когда будет 1 к 10 возможность купить и к тому времени мы уже будем видеть как эти акции идут на внутренне электронной бирже понимаете и тогда мы будем понимать что уже даже 1 к 10 очень выгодно сегодня рассмотрим 1 к 100 что это такое 100 долларов ушли мы уже смотрели куда да дальше пришла гарантия и залог это акции евразии которые являются залогом того пришло 10 тысяч акций я решаю забрать залог да и не ждать 3-5 лет возврата сотни долларов плюс там какие-то доходы да что происходит математически или скажем так вот в смысле налоговом смысле происходит то что я обретаю имущество но я обретаю его не как имущество в процессе покупки а я становлюсь владельцем или становлюсь на место значит беру залог себе это значит что моя инвестиция была не 100 долларов а 10 тысяч долларов но получается разница и разница дельта 99900 долларов это не дельта а она является значит как бы просто мы ее можем посмотреть положил 100 воспользуюсь залогом это значит моя инвестиция была 100 на нее вернулось не 100 а 10 тысяч и мне вернулось 10 тысяч акций то есть один к одному практически понимаете я становлюсь при этом акционером и моя инвестиция считается 10 тысяч долларов или 10 тысяч акций правильно так сказать и теперь дальше начинается математика в зависимости от того как я буду продавать или что-то делать с этим акциями когда-то все то что выше 10 тысяч будет это будет доход все то что до 10 тысяч это ничего это мои потери даже будут считаться я получил залог в 10 тысяч а допустим продал за 9 тысяч удалось ну или вот удалось продать это значит что я потерял одну тысячу вот в этом понимании понятно да таким образом я становлюсь акционером и заносится акция от 1 до 10 тысяч если правильно посмотреть от единицы по нумерации до 9 тысяч 999 вот и таким образом процесс идет дальше и смотрите это очень надежный путь от моей инвестиции до акции и что самое главное минимизированные расходы на пути инвестиции до технопарка то есть все делается для того чтобы это было бы минимально я уже сегодня получаю залог становлюсь акционером я уже сегодня одним кликом становлюсь акционером но тем не менее это не покупка акций понятно да там были вопросы а на внутренней бирже сколько будет стоить акция примерно друзья я же говорил олег из бишкека что акция может стоить от 1 цента до 1 доллара а может быть и 10 долларов я не знаю все зависит от ситуации кто-то что значит внутренняя биржа кто-то вот давайте посмотрим и хороший вопрос спасибо олег вот предположим ситуацию мы уже на бирже стоимость акций там ну допустим там 1 цент это значит акция доллар а сто раз меньше предлагают за нее да вот что-то происходит и кто-то входит какой-то большой акционер думает вот мне нужны эти акции он предлагает по 2 или там по 10 за большой пакет акций это значит что акции поднимаются поднимается стоимость акций то есть начинает планка расти а зачем нужно акционеру какому-то а ему нужно который вошел купил пакет там существующим по существующим расценкам на допустим площадке капитал там или еще где-то или в рсв вот и приходит на биржу говорит что нет ребята я хочу отсюда еще прикупить потому что там уже значит это самое не так это все интересно да или же там не купить такого количества или же кто-то хочет прикупить еще акции вот и таким образом становится начинает расти поэтому трудно сегодня сказать какие я могу конечно порадовать вас я лично рассчитываю что в течение 3-4 лет стоимость акций будет подойдет скажем больше будет больше доллара это точно если к тому времени еще доллар сохранится тут важнее друзья даже не то что значит сколько она будет стоить а важно то что мы получаем эквивалент который или получаем инструмент у которого всегда есть стоимость и независимо будет доллар не будет доллара некоторые говорят я с Сибиряковым беседовал в Москве он говорит ну ты же представляешь что такое если доллар не будет доллара это кирдык всему миру в принципе если рассмотреть это да это коллапс будет очень мощный если скажем завтра не станет доллара это очень это это будет сумятица нехилая это все равно как тунгусский метеорит шарохнет куда-то понимаете да не будем вдаваться это не тема нашего разговора наше нас здесь интересует другая сторона а у нас то ведь дорогие друзья у нас то будет и есть здесь акции есть они внесены в реестр вы слышали кто сегодня пораньше пришли там бабурин рассказывал что это можно посмотреть номерок свой потрогать там или увидеть его и так далее и это очень важно поэтому это я обращаю на это ваше внимание прошу это всегда помнить и я становлюсь акционером только тогда когда я воспользуюсь правом залога то есть цессионным правом это юристы еще так называют цессии это воспользуюсь этим правом и становлюсь тогда только после этого акционером а не тогда когда инвестировал и таким образом это не рассматривается как сделка купли-продажи и для нас это очень важно и важно в любой стране где бы мы это не осуществляли с вами да вот я сегодня честно и прямо инвестирую в конкретный проект понятно я инвестировал получил соответствующий как бы залог я им воспользовался и процесс идет дальше и тут я показываю что инвестирую сто получаю залог в десять тысяч сумма моего вклада считается десять тысяч когда я продаю до десяти тысяч по стоимости эти десять тысяч акций то не плачу налог с прибыль которая девять тысяч девятьсот девяносто фактически она не рассматривается как таковая это прибыли нет это не дельта потому что я уже сказал что я становлюсь владельцем именно залоговой суммы и она приравнивается к моей инвестиции это везде так кому продаю не важно кому а вы практически ее оставляете себе и продавать то ее не надо ведь мы же покупаем мы же с вами говорили что мы покупаем не для того значит мы же ведь не для того покупаем их чтобы тут же сразу продать это такой monkey бизнес знаете продал купил продал купил продал купил это не инвестиционно мы с вами инвестируем друзья мы инвестируем в так называемый пассивный доход то есть значительно интереснее через пять восемь лет получать когда капитализация пойдет а от чего она зависит она зависит от того как интенсивно она будет строиться и будут реализовываться адресные проекты от этого очень немало зависит вы представьте себе что я то могу вам сказать об индикации что стало происходить после того когда в Австралии прошла эта информация по теле и другим вещательным каналам эта информация была сброшена вы не представляете какое оживление пошло у крупных инвесторов я некоторым кинул и я извиняюсь я не имею права сейчас говорить я имею себе большую нагрузку на предстоящие две недели благодаря этому потому что наш проект может заработать немалые деньги сейчас умные юристы сидят думают ну посмотрим до чего они додумаются как инвестировать уже используя какие-то новые возможные решения я вначале сказал вам что очень трудно большому инвестору войти потому что не существует как бы или очень мало инструментов современных инструментов по которым можно было бы инвестировать в аналогичные проекты большие суммы вот имущественные и так далее там целый ряд вопросов но есть решение очень интересное решение мне прислали сертификат от GTI и там написано что за мной закреплены акции из такого-то номера по такой-то что еще не значит что я стал акционером почему это не значит это уже значит что вы акционер все вы прошли вы стали вот вы все акционер понимаете с 1 июня вы только тогда значит становитесь акционером вы инвестор но вся сделка такова что вы в течение сделки когда вы в личном кабинете вы осуществляете клик и становитесь акционером. То есть сразу же, значит, говорите, нет, я сразу беру залог и начинаю оформлять мое право на его владение. Вот на эти 10 тысяч акций. Начинаете их оформлять тут же в интернете, да? Вы же знаете, что там в личном кабинете надо целый ряд процедур провести и становитесь владельцем. И получаете вот то, что вы здесь написали. Получаете, становитесь акционером. Тоже непонятно, что непонятно Олегу. Значит, Олег, в вашем кабинете посмотрите, справа есть функция выписка из реестра. Да, есть такая функция. Причем с 1 июня и кабинет будет несколько иной. Так что там будет все намного понятней и не волнуйтесь. Если есть вопрос, задайте его, еще сформулируйте просто правильно. Я понимаю, что кто там этот вопрос поднял, что мы все пользуемся неправильно и нельзя об этом говорить, что мы покупаем акции. Мы получаем до сих пор тоже, в принципе, это все, дорогие друзья, не совсем легально правильно. Хотя, в принципе, то, что делал Капитал, это все в рамках, скажем, существующего законодательства. Он купил акции и перепродавал. Он у него такое право есть. Но в данной ситуации мы тут как бы становились под определенный удар. Если сейчас мы или когда мы переходим на новые правила, скажем так, сделки документально, то тогда мы освобождаем себя от целого ряда нюансов. Я понимаю, что умный человек сейчас может задать Владимир, а что делать с теми акциями, которые были до сих пор. Будем думать. Тут есть свои нюансы. Дело в том, что они зарегистрированы. Нас защищает то, что они зарегистрированы. И их держателем является лицензированный регистр в стране, которая называется Кипр. И в этой стране существуют очень выгодные условия, которые накладываются на тех, кто владелец этими акций. Тем более, что Евразия Рейлс Кавей Системс Холдинг компания, чьи это акции, в которой активы находятся, она вообще зарегистрирована на островах, то есть на Британской Вирджинии, то есть в британской юрисдикции BVI. И это еще раз накладывает еще одни возможности. Поэтому, скажем так, что к моменту, когда мы будем, кто будет продавать акции, будет значительно все проще. так, что там еще у нас было, сейчас посмотрю, а то тут все понял, отлично, кто-то понял, супер. А я, кто купил 30 тысяч акций, Юра, что у Юры, вопрос, в связи с прихованным крупным корневозом. Быстрее бы пролетели 5-7. Не волнуйтесь, я вас уверяю, 5-7 лет Елена пролетят очень быстро. Я не заметил, как 2 недели пролетели, а 5-7 лет я уже сейчас тоже не замечаю. То есть, скажем так, с годами годы летят значительно быстро, так что все пройдет. А зачем вам Елена, чтобы 5-7 лет пролетели быстро? Ведь это так интересно в этом процессе находиться. или вы хотите сразу стать владельцем очень большой суммы? Окей, идем дальше. Низкий вам поклон всех акционеров города Самары. Спасибо. Спасибо. Так, идем дальше. Таким образом, дорогие друзья, здесь появляется хорошая возможность и мы с вами видим, что достаточно интересная ситуация, что мы приобретаем, что мы приобретаем. Ответил, отметил вам, да, вот, когда у меня возникает доход, облагаемый налогом. И вот, облагаемый налогом возникает доход тогда, как я вам уже сказал, если вы будете потом реализовывать, ну, вдруг кому-то надо, да, выше номинальной стоимости, выше номинальной стоимости акции. Вы одну акцию продаете уже не по доллару, а там по доллару 10 центов, все, вот эти 10 центов являются для вас доходом. С него надо платить налог. По кипрским законам это 5 процентов, но есть вариант, как и это можно не делать. Но иногда говорят так, что заплатил, вот у нас есть умники в европейском пространстве, да и у вас в России, да и в руби странах есть, которые получают доходы где-то откуда-то, да, и налоги платят там, по месту регистрации этих компаний и фирм и уже необлагаемые получают справку, что необлагаемые налогом суммы им поступают на счет. Они спят достаточно спокойно и так далее. Но это не тема для нашего сегодняшнего вебинара. Спасибо, спасибо, спасибо Светлана из Самары. Так, теперь смотрите, что у нас еще дальше. про это мы говорили уже с вами, да, вот, ну и теперь мы пришли опять с вами к участку, то есть к экотехнопарку. Очень радует, друзья, то, что вот и в ролике, и те, кто следят за информационными сообщениями и РСВ, и Кэпитал, что вот идут работы, сейчас подготавливается, отрабатывается технология. Кстати, еще такой один очень интересный момент, друзья, я беседовал с ректором одного очень, ну скажем, престижного института транспортного, вот, он сам по специальности, значит, транспортник, он понимает, и он сначала говорит, я так поверхностно ознакомился со Скайвей, когда мы ему там вдвоем с одним нашим специалистом рассказали и довели в течение там 20 минут, он говорит, все, у меня встало еще кое-что на место, да, и после этого он сам задает вопрос риторически и отвечает мне, а я этим теперь все время пользуюсь его ответом, значит, как аргументом, потому что это все-таки высококвалифицированный специалист его изложил. Он говорит, вот ты знаешь, я вот после, сейчас еще больше убедился в том, что технология Скайвей, которую предложил или предлагает, ну, предложил и разрабатывает Юницкий со своими коллегами, его идея абсолютно бриллиантная. То есть, здесь не надо доказывать, что так называемый метод натяжения струн, да, струнный метод, который в антовом методе работает, поэтому, я, говорит, не вижу здесь, что тут не могло, могло бы не работать. Могут быть так называемые технологические доводки. И если вы внимательно смотрели и слушали то, что было вот в ролике, который мы вначале запускали вам, там Анатолий Дуарович говорит про этот так называемый базовый, базовый, наполненный бетоном базу под будущие рельсы или структуру, или рельсовую структуру транспортного пути, да, он очень четко говорит, что и то показатели уже показывают, что они лучше расчетны. Но могут быть и иные моменты. Но пока все данные говорят о том, что показатели очень хорошие. Вчера мы беседовали с Минском по скайпу и оттуда в конце, после такого трудного рабочего дня, значит, Надежда Косарева говорит, вы знаете, вам как бы на сладкое хочу сказать, что пришли сведения из с испытаний в аэродинамических испытаниях в Санкт-Петербурге, да, что коэффициент так называемой сопротивляемости еще ниже, чем был, то есть он 0,04. Вот. Это вообще классно, это очень здорово, и он приближается к так называемому пределу невозможного. Поэтому, смотрите, могут быть так называемые какие-то необходимые доработки технологические, но это все, ведь фактически Экотехнопарк, он является еще и так называемой опытной базой. Параллельно с сертификацией производятся и опыты, и доводки определенных технологий, которые в кабинете трудно довести. А это только вопрос времени. То, что это не сработает, такого быть не может. Оно сработает, может занять чуть больше времени, это так называемые возможные риски. Все остальное, все должно работать. И это меня очень сильно успокоило тоже, потому что, ну, важно, когда человек, или, вернее, дополнительный дало ресурс к тому, который можно пользоваться и помогать другим людям тоже правильно понимать все это, что происходит. тут кто-то спрашивает, Олег из Дешкека, что, как я понял, стоимость акций в 1 доллар уже будет в следующем году. Нет, я не обещаю вам, что, да, на IPO мы выйдем, что единственное я вам могу обещать, то, что на IPO выводиться будут с 1 долларом. Но, как отреагирует биржа, откуда я знаю, это даже гадалка не может сказать, что будет доллар, будет 99 центов, будет 90 центов или будет 1 доллар 10 центов, или же будет 1 доллар и 1 цент. Это никто не может сказать. Но, что я точно могу сказать, это как аминь в церкви, что, да, будет выводиться в 1 доллар. Как отреагирует биржа, зависит от того, как работает. Ведь, для чего мы этот Экотехнопарк делаем? Мы делаем его для того, чтобы работала технология. И вот если, или когда, если она будет, когда будет работать технология, она выражается в чем? В том, что за сертифицирована. И плюс начинается строительство, идут строительства объектов уже по этой технологии. Вот это самый мощный и самый крепкий аргумент, что да, выставили по доллару, надо спешить приобретать эти акции. И вот тут начинается великий праздник для нас. мы будем чувствовать, как мы создаем, или вернее реализуется, воплощается база нашего будущего пассивного дохода. Ну, а кому-то это и ресурс, которым можно воспользоваться, когда надо какую-то долю акций продать. Да, почему бы и нет? акций, плюс еще неоплачиваемый пакет, у меня чуть больше. Ну, это там идет дискуссия, да, это хорошо, причем лимон акций оставлю, оставлю продам. Да, почему бы и нет? Почему бы и нет? Конечно, тем более, что это, значит, это самое жить-то хочется сегодня, дорогие друзья, я же многих понимаю. Тут идет дискуссия, так, 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 я потерплю и до 13. Окей, конечно, я не устаю повторять тут разные варианты, дорогие друзья, но это все так называемые спекуляции. А наша задача, наша задача, значит, до конца этого месяца все-таки, значит, посмотреть, не выскакивать из своих одежек, а очень трезво оценить ситуацию, а, воспользоваться правильной стратегией, чтобы завершить шестой этап и быть готовыми участвовать в седьмом этапе, дорогие друзья. Участвовать, что такое участвовать в седьмом этапе? Это значит, быть способными передавать информацию, а передавать информацию, этим самым мы способствуем строительству Скайвей, тому, как мы спасаем планету. Поэтому, дорогие друзья, строй Скайвей, спасай планету, это очень важно. И я буду заканчивать, скажем, вебинар, потому что я все время, все чаще и чаще вспоминаю в беседах Рода Хука, который уезжая, вернее, когда мы с ним прощались, он мне сказал, я чувствую, что это будет проектом моей жизни. И он сейчас это подтверждает, потому что смотрите, как он хорошо запустил очень быстро, к концу этого года в Австралии уже будет подготовлена вся документация, она сейчас делается, да, и все будет готово для того, чтобы начинать строительство в конце этого года или сразу же в начале следующего. Там от некоторых нюансов это зависит, но тем не менее это плюс-минус один месяц, один-два месяца будет. Таким образом, я вам желаю, чтобы этот проект был бы проектом вашей жизни, делом вашей жизни, насколько, не важно, ведь даже, можно так сказать, у кого-то, скажем, коллекционирование марок тоже является делом жизни, хотя тем не менее он где-то работает, поэтому каждый взвешивает свои возможности, свои стремления и принимает той или иной степени этот проект за делом жизни. Чего я вам и желаю. До следующей встречи, хорошего окончания недели. Благодарю вас. Если есть еще вопросы, я готов на них ответить, у нас еще есть пару минут. Спасибо. Пошло спасибо. Все. Спасибо вам, друзья. До скорых встреч. Спасибо Алексею за помощь и поддержку. Строй сковей, спасай Россию. Строй сковей, спасай Россию. Строй сковей, спасай Россию. Спасибо. Продолжение следует...